Всем привет! Вы смотрите Камила Сикритс и с вами Камила. И сегодня у меня гость. Вы, наверное, ее многие узнали, потому что это популярный бьюти-блогер Ков Казакет. Она же Вика. Привет, Вика. Привет. Спасибо Камилу, что позвала. Сегодня мы находимся в магазине для хобби и творчества «Выдумщики.ру». Давай начнем сразу с вопросов. Ты знаешь, что такое люфа? Ну, конечно, знаю. Серьезно, знаю. Конечно же, даже пользуюсь. У меня есть разные мочалки с люфой и так далее. Вообще, я люблю все, что связано с уходом за собой, как положено быть блогеру. Поэтому, естественно, у меня есть в арсенале даже мои самые любимые мочалки, а не с люфой обязательно. То есть ты уже такую готовую мочалочку, да, с люфой? Вот такую вот приплюсунку ты никогда не видел? Нет, ну, в продаже видела, просто никогда не покупала. Даже мыло с люфой когда-то у меня было. Сегодня у нас будет такое действенное средство, которое, ну, можно сказать, что это ноу-хау мое, потому что пока в магазинах его еще я не видела. Пока. Пока. То есть после этого мастер-класса оно обязательно появится. Вот. И объединяет в себе две такие вещи, как люфа и гидрофильная плитка. Ты знаешь, что такое гидрофильное плитка? Да, конечно же. Откуда? Ну, интересуюсь тоже уходом за собой и всякими разными хендмейд-идеями и всем таким натуральным. Нет, не пользовалась никогда. Просто не знаешь, да. Вика, ты снимаешь свой блог уже более четырех лет. Да, да. Четыре с половиной. Расскажи, у тебя, наверное, очень много секретов, да, по уходу за собой, очень много советов. Как ты борешься с проблемами вросших волосков? Ну, на самом деле, у меня такой проблемы уже не существует, потому что я себя просто приучила делать периодически скрабы для тела, любые, которые мне придутся по душе. И пользуюсь таким секретом, после бритья обрабатываю кожу обычным, самым простым спиртом из аптеки с салициловым, трех-четырех, однопроцентным, неважно. Как говорят дерматологи, это очень хорошо влияет на неврастание будущих волос. Помимо вот этого процедуры, которую ты делаешь, мы сейчас делаем гидрофильную плиточку с люкой, которая отлично борется с проблемами вросших волосков. И оно также подходит хорошо для пяток, для ухода заточек. О, это отлично, потому что, к сожалению, салициловая кислота, она тоже подсушивает все-таки, а не увлажняет. Да, для пяток она как бы не очень. Это тоже не особо. Состав у нас очень простой, в принципе, делать эту плиточку не так сложно, но есть один нюанс с оттоплением какао-масла. Сейчас я расскажу, что можно делать. Во-первых, состав гидрофильной плитки 20% эмульсионного воска и 80% какао-масла. Эмульсионный воск, что это такое? Это как раз тот компонент, который делает масла водорастворимыми и добавляется в гидрофильные плитки. Сегодня ты будешь это делать. Хорошо, я попробую. Начиная от процесса взвешивания компонентов, заканчивая отоплением. Какао-масло Какао-масло имеет такое свойство. Давай откроем, ты его понюхаешь, потому что это... Я уже, ты пока ходила, я тут понюхала, ты уже открывала. Ой, как конфеты просто. Да. И, как правило, я когда первый раз открыла какао-масло, понюхала, я попробовала. Я не смогла сдержаться. На самом деле, как бы, ни о чем. Есть определенная, как бы, фишка топления такого масла. Температура не должна достигать выше, там, 48-50 градусов. Топить мы будем постепенно. Мы будем снимать с водяной бани нашу тару, давать немножечко остужать и добавлять какао-масло постепенно. И какао-масло надо будет мелко-мелко порезать или натереть на терку. То есть, чтобы оно равномерно, как сказать... Ну, сейчас как кулинарная передача. Растопилось хорошо. Ты уже готова. Нет, сначала надо измерить компоненты. Эх. Так, зависит. Давай, удерживать? Давай. Ну, ты поняла принцип, что мы все топим вместе, а потом заливаем вот эту нашу формочку с люфой, которую уже подготовила я заранее. То есть, я люфу вымочила, высушила, нарезала такими шайбочками и засунула в подходящую формочку. Вот. То есть, вот эту люфу ты поняла, да? Сейчас ее ставим на водяную баню. Согласны? Ладно. Хорошо. Ты уже достаточно опытный бьюти-блогер. Скажи, пожалуйста, с высоты своего опыта, как ты сейчас смотришь на свои первые видео? Ой, на самом деле с умилением таким. А, да? Да, ну, с любовью, с умилением это опыт, это какой-то рост, поэтому иногда это смешно, но все равно они мне нравятся. Я, на самом деле, себя не люблю, какая я есть или какая бы там ни была. И, в принципе, человек очень самокритичный, просто я пофигист. И вот, как я говорю, одно из моих лучших качеств, то, что я не перфекционист. Поэтому меня вполне устраивают мои старые видео. Ты очень часто ездишь в поездку. Какого размера твоя косметичка? Ой, у меня есть дорожная, очень маленькая косметичка. Метр на метр? Нет. Как ты уже поняла, сегодня я люблю разные баночки небольшие. Я просто все переливаю в баночки. Я даже сделала отдельное видео про косметичку путешественницы. И оно, кстати, очень успешным оказалось в результате. У меня, на самом деле, все время дома есть две косметички. Одна из них походная, очень маленькая, это если командировка на два дня. И есть у косметичка побольше. Я просто каждая свое гидрофильное масло и все остальное переливаю. Гидрофильное масло? Конечно. Больше все гидрофильное масло? Конечно. Все эти штуки я просто переливаю в мини-форматы, в маленькие флаконы, бутылочки, баночки. И вожу с собой. У меня все есть. Так вот, я всеми руками за разные такие вот хендмейт-идеи и компактные разные вариации. Типа вот этой плиточки, потому что это будет и скраб, и уход за кожей одновременно. И средства от вросших волос. Это очень даже удобно будет, косметичку дорожную. Чтобы это было все желательно в одном, да? Да. Кстати, в продолжении нашего разговора, да, ты когда-нибудь делала с косметикой своими руками? Что-то пробовала? Да, конечно. Я очень люблю масло лечения, скажем так, кожи. Например, масло виноградной косточки с любимыми эфирами. Наносить его на ночь, потому что оно выравнивает тон кожи, снижает жир, точнее нормализует кожу. Нормализует, да-да-да. Да, поэтому, конечно, делаю. Ну, в общем, наш эмульсионный воск потихонечку расплавился. Я специально поставила невысокую температуру. Сейчас в эту вот однородную смесь мы потихоньку будем добавлять. А желательно вообще выключить. Я выключаю. Я выключаю бутыл. Теперь мы сюда будем потихоньку добавлять какао-масло. И будем его добавлять, размешивать, доставать, остужать. И вот таким образом, ну, достаточно... Ты опять у меня забрала ножик. Давай я... Ты была занята. Мы сейчас можем постепенно уж... Да, избавиться от части того, что у нас на... Да, да. Хорошо. Опять же, сейчас я была в Корее. У русских и корейцев просто представление о том, что гигиенично, что нет, вообще разное. То есть у нас это фу-спонжик или фу-кушен, там фу... Это так негигиенично, например, там, бьюти-блендер, что его только моют. У кореянок же, наоборот, фу, трогать лицо руками, тонно носить руками. Наоборот, да? Ну, что, да, типа руки до конца не очистишь никогда, как не мой под ногтями. И что, типа, как бы лицо вообще трогать руками нельзя. Умываться, стараться там чем-то, каким-то другим агрегатом, там, щеткой какой-нибудь. Знаешь, по поводу гигиены? Все, ну, как бы сказать, моя... В чем заключается мой блок? Люди сами это делают. Поэтому мы с тобой... Мы-то знаем, что мы с тобой руки помыли, да? Мы же помыли руки. Да. Вот, поэтому, когда вы будете делать это в домашних условиях, естественно, все, да, правила, там, гигиены должны быть соблюдены. У вас должны быть чистые руки. И желательно, вообще, сбрызгать, сбрызгнуть люфу спиртом, потому что люфа, вещь такая, достаточно... Я не знаю, кто ее трогал руками до этого, да, какие женщины на Востоке... Да, мы не знаем. Или здесь... Извините меня, женщины на Востоке, пожалуйста, я не хотела вас в ужасе. Вот смотри, вот сейчас получилась кашица, кстати, очень хорошая кашица. Кажется, что она очень вкусная. Да, мы ставим на ее, эту кашицу, на водяную баню, причем на выключенную уже. Но при этом кастрюльку я оставила на плите. Советую такую плитку использовать, просто промокнуть салфеткой и положить в холодильник. Вот, как бы, ну, не все такие, да, не у всех хватает тимпаней бегать каждый раз в холодильник перед тем, как ходить в душ. Поэтому, если есть жирорастворимый консервант, то можно его добавлять. Витамин Е, он не является консервантом, но он, как бы, стабилизирует, ну, как дает маслам дольше продержаться. Вообще, какао-масло имеет достаточно большой срок годности, поэтому здесь я не обошел, ну, не использую витамин Е. Поэтому можете кидать мне тапками. Я готова. Или самостоятельно добавить уже его при желании. По поводу основных плюсов этой гидрофильной плитки. Я ей пользуюсь уже достаточно долго, уже второй год, и ни одну плитку уже использовала. Огромный плюс в чем? Масло, которое входит в состав, ну, в первую очередь, какао-масло. Оно, ну, какао-масло и эмульсионный воск, они не дают жирности вместе, да, с совокупностью. Вот, и, как бы, такая плиточка отлично увлажняет и питает кожу. То есть это и для пяток, и для, в принципе, да, для болени, ну, где мы будем ее использовать для вросших волосков. Вот, и второй плюс – это торец люфы. Он очень жесткий. Он отлично подходит как раз вот для таких мест, которые нуждаются, ну, в такой сильный прям, в таком жестком натирании. Воды какие у нас еще места нуждаются в жестком натирании? Колени? Нет. Ух ты. И нет. Ну, да, да, да. Да, да, а еще? Не знаю, что это значит. Апельсин для антицеллюлитных подходящих вещей. То есть если туда добавить какие-нибудь эфирки такие, апельсин типа, да, да, эфирочки, лимончики и так далее, он, розмарин тоже, да, он. Вот это как одно из средств против борьбы с селлюлитом. Снимаем и будем... У меня есть такая штука, смотри, она замеряет температуру. Ммм, ну, ты с ума сойти, ну, это не так. Поэтому, в принципе, температура такая позволительная. Тебе прям, да, как у летучих. Нет, температура примерно сейчас где-то 40 градусов. Чуть-чуть еще остудим, вот прям дождемся такой момент, чтобы плитка еще была жидкой, но уже достаточно такой прохладный, ну, как не прохладный, такой теплый. И добавим эфирное масло. Эфирное маслечко сюда, ну, где-то на, примерно на 100 грамм плитки эфирного масла мы добавим капель 10, 15 даже можно добавить, потому что это смываемая косметика и ничего страшного здесь как бы нет. Теперь эту плитку надо поставить в морозилку. Скажу по опыту, что вот отличие плитки, например, различие плитки между той, которую я поставила в морозилку, потом использовала, и той, которая застывала при холодной температуре, различия есть, и плитка, которая застывала при холодной температуре, она мягкая. Поэтому, скорее всего, это как бы технология именно вот какао-масло, оно любит, скорее всего, такие резкие перепады температур. Теперь на пару часов мы поставим ее в морозилку, эту плитку. В морозилку, не в холодильник. В морозилку, да-да-да. Два часа прошло. Пока плитка застывала, Вика мне рассказала много всего интересного, вот, но вы это не слышали, к сожалению, ну да ладно. Итак, достаем? Да, давай пробовать. Виточку я отдаю тебе. О, спасибо. И сейчас я расскажу, как ее пользуются. Ее использовать надо в душе, на влажное тело, на мороз. То есть, прям, вот, включаешь в душе и используешь. Для пяток, для тех мест, где когда-то были наши волосы. Мои продолжают расти. Вот, и мы будем избавляться от этих проблем. И я тебе хочу сказать тебе большое спасибо, что ты пришла ко мне. Я всегда очень рада гостям, особенно таким позитивным гостям, которые рады помочь мне. И когда у нас особенно получается все в конце. Я хочу, чтобы ты ей пользовалась. И все эти пять лет, пока ты ей будешь пользоваться, ты вспоминала на каждую встречу. Спасибо большое, Камила, что позвала. Еще есть таким прекрасным подарком. Я ухожу от тебя. Не знаю, пять лет, наверное, навряд ли продержишься. Но я буду с большим удовольствием вспоминать твой канал. И также я благодарю магазин для хобби и рукоделия «Выдумщики.ру» за предоставленные материалы. С вами была Камила, вы смотрели «Камила Секретс». И это был мастер-класс в приготовлении гидрофильной плеточки. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, живите дружно и будьте здоровы. Пока! Пока! Вот это такое у нас. Вот от Люфы, скорее всего. Ты ничего не видела. Нет, нет. Все сказала. Молодец! Ура! Все, да? Вик, ну и, конечно же, эту плиточку я даю тебе. Я тебе сейчас расскажу, как ее пользоваться. Значит, мочишь ноги. Подожди, нет, за мной. Ага. Ага.